Наконец-то пришла весна. Солнышко стало гораздо активнее, поэтому пришло время позаботиться о своей коже. На нашу кожу влияет два типа ультрафиолетовых лучей. А и Б. Первые проникают через облака и даже стекло. Вторые не проникают. Лучи типа А могут привести к фототоксическим реакциям, например, такие как аллергия, крапивница. Лучи типа Б у нас приводят к фотостарению, то есть к образованию морщин, к образованию злокачественных многообразований кожи, такие как меланома, это рак кожи. Кожу необходимо защищать СПФ кремами. В их компоненты входят солнцезащитные фильтры. Химические фильтры это Тиносорб и Миксерил. Это самые новые безопасные химические фильтры. И два основных физических фильтра, которые у нас отражают ультрафиолетовое излучение, это оксицинка и диоксид титана. Физические фильтры безопасны для нашей кожи и хорошо отражают ультрафиолетовое излучение, но не лучи типа А и могут пачкать одежду. Химические фильтры блокируют весь спектр ультрафиолетовых лучей, но проникают через кожу и образовывают свободные радикалы. Тут выбор за вами, но отдавайте предпочтение космецептике. В недорогих кремах могут содержаться вредные компоненты. Суперты, диметикон, силиконы, продукты нефтепереработки – это все неблагоприятно скажется и обладает комедоногенным действием. Чем и грешат, к сожалению, масс-маркет. Девушкам со светлым фототипом кожи нужно использовать максимальную защиту SPF 50. Чем темнее естественный оттенок кожи, тем меньше SPF. Таня, за какое время до выхода необходимо наносить солнечно-защитный крем? В идеале это, конечно же, делать заблаговременно. Примерно за час до выхода из дома нанести солнцезащитный крем. Также основная проблема – недостаточное количество нанесения SPF крема. Рекомендуется на лицо наносить 1 треть чайной ложки. На какие зоны надо? Вот лицо точно, да? Обязательно лицо, обязательно веки. Не забывай про уши, шею и зону декольте. Также очень часто забывают про кисти. Мазаться солнечно-защитными кремами нужно через каждые 2-3 часа. Если вы уже намазались тонем, то можно в качестве защиты применять спрей. Не забывайте защищать свою кожу. А также надевать солнечно-защитные очки.